Доброе утро, коллеги! Мы сегодня... Доброе утро, Страсбург! Мы сегодня продолжаем наши курсы, которые вчера торжественно открыла генеральная секретарь Совета Европы. И сегодня очень интересная тема, которая волнует, наверное, каждого, не только юриста, но и каждого человека, связанная с искусственным интеллектом. Что это такое? Ожидает ли нас замещение нашего интеллекта искусственным интеллектом? А самое главное, какое будет правовое обеспечение всему этому? И как защитить свои права? И как соблюдать свои обязанности? И я очень рада, что сегодня к нам смог присоединиться наш коллега из Страсбурга, Яник Менсер. Мне кажется, самый популярный специалист на Страсбургской площадке по этой тематике. Яник проводит огромную работу, если кому-то эта тема будет интересна. В онлайне они организуют брекфаст, завтраки специальные по искусственному интеллекту по абсолютно разным направлениям со специалистами со всего мира. И сегодняшние мероприятия проходят в онлайне, поэтому есть возможность присоединиться из абсолютно любой точки мира. Яник со-секретарь специального отхок-комитета по искусственному интеллекту Совета Европы, который был создан. И есть также группа рабочая, консультационная, которая готовит, насколько я знаю, доклад специальный для этого отхок-комитета. Яник, это все, что вы слышите? Я выслушаю, что вы слышите? Я выслушаю, что вы слышите? Янек, вы не слышите нас, коллеги техники? Янек, вы не слышите нас, коллеги техники, скажите нам что-нибудь, пожалуйста. Это особенности сегодняшнего дня. Я хотела только отметить, что буквально недавно был выпущен специальный доклад по цифровому обеспечению в эпоху ковида. Совет Европы, он опубликован на сайте Совета Европы, это можно найти и на русскоязычном сайте Совета Европы. Это огромная работа, которая была проделана в качестве рекомендаций государством. И если у нас пока нет подключения к Сианикам, то я думаю, что мы можем перейти к представителю Российской Федерации. У нас большая честь сегодня, что Оксана Валерьевна Тарасенко вместе с нами, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Пожалуйста. Да, как удобно. Доброе утро, уважаемые коллеги. Приветствую вас, приветствую наших международных партнеров. На самом деле это большая честь сегодня совместно с нашими международными партнерами обсудить такую тему, очень важную для стран в целом, как искусственный интеллект. Наша страна уделяет большое внимание развитию такой технологии, как искусственный интеллект. Доказательством тому является национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта, которая была принята в прошлом году. Она рассчитана до 2030 года. При этом далеко не каждое технологическое направление в нашей стране ему уделяется такое важное, скажем так, высокое внимание, как искусственный интеллект. Лишь указ президента есть только по этой технологии. Наша стратегия, как и стратегия большинства стран, содержит разделы по обеспечению лидерства в технологиях, кадровом потенциале, университетских исследованиях. При этом основной характеристикой является ее человекоцентричность, направленность на улучшение качества жизни наших граждан, рост благосостояния и безопасности. Естественно, одной из целей является достижение конкурентноспособности российской экономики. Одним из инструментов, направленный на реализацию стратегии, является федеральный проект по искусственному интеллекту. Я являюсь руководителем этого федерального проекта. Это наша общая работа совместно с наукой, с бизнесом, с другими государственными органами. Помимо мероприятий по поддержке технологии исследований в федпроекте, нашли свое отражение меры, направленные на создание комплексной системы правового регулирования и повышение доступности и качества данных. В совокупности это позволит создать благоприятную экосистему для развития технологий искусственного интеллекта. Отдельное внимание в правительстве уделяется внедрению искусственного интеллекта в деятельность органов государственной власти. Это и типовые решения, чат-боты, системы аналитики и масштабные отраслевые проекты по улучшению, например, диагностики заболеваний, прогнозированию чрезвычайных ситуаций и многое другое. Настоящая работа сейчас ведется совместно со всеми федеральными органами исполнительной власти под руководством вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко. Руководители цифровых трансформаций предоставляют нам свои проекты по внедрению искусственного интеллекта в государственные органы. Это должно существенно улучшить качество оказываемых государственных услуг, сделать работу ведомств более эффективной. Как я уже обозначила, для развития технологии искусственного интеллекта мы работаем не только на государственной площадке, мы активно привлекаем к развитию этой технологии и российский бизнес. Так у нас создан альянс по развитию искусственного интеллекта, он состоит из таких передовых наших компаний, как Сбер, Яндекс, Мэйл, Газпромнефть, Российский фонд прямых инвестиций, МТС. Бизнес во многом выступает нашим драйвером и партнером по внедрению технологий и формулирует запрос на конкретные мероприятия. Очень важным краеугольным камнем во всей нашей работе является тема регулирования. Я знаю, что международное сообщество уделяет этому аспекту пристальное внимание. При регулировании очень важно найти баланс. Мы должны учитывать интересы граждан и государства, но при этом суметь все-таки обеспечить комфортное внедрение технологий искусственного интеллекта, не затормозив его излишней регуляторикой. В нашем федеральном проекте есть мероприятие по разработке и актуализации комплекса стандартов в сфере искусственного интеллекта. По этому направлению мы готовы к обсуждению различных тематик и на международном уровне, и обмену опытом. Особое внимание мы уделяем отраслевому регулированию. Нам важно обеспечить и ускорить внедрение искусственного интеллекта в наших приоритетных отраслях, где искусственный интеллект наиболее готов к этому. Это транспорт, медицина, промышленность и другие. Несмотря на то, что данные являются пищей для искусственного интеллекта, и формирование датасетов в таких социальных отраслях, как здравоохранение и образование, является необходимым, мы обязаны обеспечить защиту интересов граждан, гарантировать безопасность прав. Нам нужно будет этот баланс все-таки найти, то есть между раскрытием данных и правами людей на приватность и защиту персональных данных. Считаем, что вопросы ответственности, безопасности и защиты неприкосновенности частной жизни и персональных данных должны стоять в основе разрабатываемых правил использования технологий искусственного интеллекта. Эти принципы заложены в концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники, которая не так давно была принята правительством. Она разработана до 2024 года. Для последовательного и устойчивого развития технологий необходимо тесное взаимодействие с международным сообществом. Это должно стать общим местом, когда мы говорим о стандартизации технических решений. При развитии искусственного интеллекта остро встает вопрос по формированию универсальных этических принципов. Хотелось бы, пользуясь случаем, анонсировать запуск экспертной площадки по этике применения искусственного интеллекта и форума «Этика применения искусственного интеллекта» и рада была бы пригласить к участию в ней экспертов из Совета Европы. Рассчитываю, что работа экспертов позволит обеспечить реализацию базовых принципов при внедрении технологий искусственного интеллекта, которые закреплены в указе президента. Как то защита прав и свобод человека, в том числе право на труд и предоставление гражданам возможности получать знания и приобретать навыки для успешной адаптации к условиям цифровой экономики. Безопасность. Недопустимость использования искусственного интеллекта в целях умышленного причинения вреда, а также предупреждение минимизации рисков возникновения негативных последствий использования технологий искусственного интеллекта. И принципа прозрачности, то есть объяснимость работы искусственного интеллекта и процесса достижения результатов, недискриминационный доступ к пользователю из продуктов искусственного интеллекта, к информации о применяемых в этих продуктах алгоритмах. Считаю перспективным сотрудничество на площадке Комитета Совета Европы по искусственному интеллекту для создания сбалансированных механизмов регулирования в этой технологии, защищающих как права граждан, так и дающих возможность российским компаниям работать на европейском рынке, готовы внести свой экспертный и интеллектуальный вклад в общее дело. Важно помнить, что нельзя изобретать технологии ради самих технологий. Наша главная цель – это устойчивое гармоничное развитие, рост качества жизни и возможности для людей и граждан. Безусловно, потому что человек является нашей высшей ценностью. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Действительно, сегодня уже искусственный интеллект, он фактически, если брать социальные медиа, он начинает формировать наши пристрастия. Он начинает отвечать на какие-то запросы. Если мы в поисковике ищем какое-то, что-то хотим приобрести, у нас автоматически в социальных сетях вдруг неожиданно выскакивает реклама с этими предложениями, несмотря на то, что мы не через эти социальные сети искали. И что касается чат-ботов, это тоже такой вопрос, когда мы запустили чат-боты, на мой взгляд, не во всех системах сегодня понимают, что такое чат-боты. И очень часто приходит ответ, это вам отвечает чат-бот, отвечает живой человек, просто это по очереди отвечают на ту линейку, на ту сеть и на те вопросы, которые поступают на единую почту или там единую площадку, по которой задают вопросы. Это, наверное, все еще предстоит нам урегулировать и внести в наши умы, но точно так же есть и большие вопросы, которые связаны с этикой. И я знаю, что на площадке Совета Европы тоже недавно буквально обсуждалась эта тема, а также 5 октября состоялось первое заседание консультационной группы. И, наверное, мне кажется, это было бы очень хорошей возможностью и сегодня обменяться такими первыми впечатлениями по данному направлению. И я надеюсь, что Яник уже с нами. Только что был. Коллеги техники, вы нам сегодня сделаете связь? Замечательно. Замечательно. Вы меня слышите? Да, perfectly. А, супер. Привет, всем. Привет. Итак, я не буду слишком долго, чтобы сохранить время, конечно, для дискуссий и вопросов. И я очень хочу сказать вам очень сильно благодарю вас за приглашение, который Канцелерской Федерации. И мне сегодня представить немного о работе КАХАИ. Мой дискуссии, вы можете, может, иногда быть некрасивным. But what I want to underline, it's also the role of the law to prevent some damages. So, of course, there is opportunities with artificial intelligence, and we can discuss a lot about that. But today, I just want to point out some high important risk in the framework of human rights. So I will try to turn my screen to a short PowerPoint that I prepared. I will be quite quick. I won't show you all the slides because these slides came from a lecture from one hour long, and I don't want today to share you such an important material. But I try to focus with you some important concerns, I think. So let me share my screen. I hope you see my presentation. And I will talk in three parts. One part about definition of artificial intelligence. I think this is important, and there is a lot of discussions that are ongoing on that, what are we talking about exactly. The second part is why do we need regulation? The second part is why do we need regulation to have the benefits of artificial intelligence. And I think if we want to create trust of citizens on using these technologies, this is important. And I will conclude with, I hope, the added value of the Council of Europe about that. So a short word about artificial intelligence. And if I have a picture to show, I show an umbrella, because this is an umbrella term where you can put a lot of things behind, concrete things. And when I say concrete, I think about algorithm, and I put on the left part of this umbrella some kind of algorithm that could be considered as artificial intelligence. And on the right part, it's more sci-fi, science fiction. This is what we have in part of culture. And this part is not our reality today. So the first thing and the first message that I want to share with you, we should not fear artificial intelligence, because it will not end the humanity. We are not in Terminator or Blade Runner. This is not the point. We have to keep our feet on the ground, and we are talking about a certain kind of technology that came from computer science mainly. And this is what I want to focus. The other thing, and sorry, this is in French, because I don't have time to translate that from a famous blogger in France about artificial intelligence. There is on the right part some green area, meaning it works quite well. We may need boundaries, but we know that this statistical learning, it's what we call artificial intelligence, works quite well with calculation, games, computer vision for facial recognition, for instance. It works quite well. And there is some orange area for autonomous driving and specialized rezoning. I think about the role of judges, for instance, or doctors, we see that it could help, but we are not able to replicate now exactly some things. And things in red are what this is more, for instance, research, and maybe dreaming of some researcher in some way. This means about this general cognition, a perfect replication of human brain does not exist as such, and maybe it will take decades to do that. So I won't be long about this question of definition, but I just want really to emphasize that we are discussing mainly on algorithm. I put in my slides one definition from the Council of Europe, another for European Commission in the European Union. I think the most interesting document for me is this recommendation on human rights impact of algorithmic systems from the Council of Europe, where we are discussing on algorithmic systems. And maybe, of course, everybody talks about artificial intelligence now, because this is our way to discuss about that. But if we want to be precise, I think we should focus on algorithmic systems, meaning addition of algorithm, data, and for some purpose, almost decision making. So, again, I think when we have in mind that we are discussing about algorithmic systems and their impacts on individuals, we should take care of some specific application regarding to the law. And I will focus now mainly on the European Convention on Human Rights. And if I take Article 5 and 6 of ECHR, we see that there is important risk with predictive policing application of algorithm, with risk of discrimination. I put on the right part this criminal risk assessment in the United States called COMPAS. We see that Afro-Americans have high risk, and this is a bias of the system. There is also some concerns in civil justice, where there is a kind of calculation of the amount allocated by judges. And again, like any statistics, there is sometimes some prudence to have about that. And if we talk also other articles of ECHR, Article 8 about privacy, of course, risk of mass surveillance, risk also of misusing artificial intelligence and thinking that we can detect feelings of a person only with his face and the processing of data. And finally, Article 10, of course, freedom of expression and the risk, you mentioned that already, with social network. I want also to highlight the role of deepfakes. This is videos that are created with artificial intelligence, with the face of someone and someone other speak. And there is an example with Salvador Dali, for instance, of Joconde also. So, this is funny like that, but if you take the face of an official, for instance, and spread that on social network, this is another thing. So, the first conclusion of my first part is to keep in mind that artificial intelligence is an umbrella term. It's not precise enough, in my opinion, for many applications, and we should focus on exactly more algorithmic system. And for a lawyer, it's difficult to focus on such definition, which is vague. And I think we should more focus on the effects of using this algorithmic system instead of focusing on a particular technology. This is my first conclusion. Why do we need regulation? I'll be quite quick. I just want to underline that we are not in a vacuum of legislation. Far from that. We already have a lot of hard law available for that. There is the European Convention on Human Rights. I quote other texts that are already applicable, but this is not specific text. And as a former judge, I may say, I fear that, of course, judges' courts are already able to tackle with this kind of case. But for sure, they will need external expertise, and we risk a lot of divergence of jurisprudence also. If we take time and let the courts dealing with that, maybe it will take decades to have something. So, do we need to assume the risk of damages or not? This is the question. And I think having a regulation now could also help court, and it could help all the community to have legal certainty. The other thing is that there is a lot of proliferation, if I may say, not in too negative sense, but proliferation of soft law and ethical frameworks. Just because the hard law now is not enough to tackle with all the aspects of artificial intelligence. And you could go on the website of the Council of Europe, where we produced a kind of data visualization with a lot of this framework. And what we see is that there is a kind of peak of these ethical frameworks around 2018. And now we see that there is less and less text like that, because people are aware that there is a lot of texts that are purely ethics-washing. Meaning, when you want to create rules for yourself, and I do not attack anybody with that. But when you see big tech companies that are creating rules for themselves, why not? We can maybe trust them, but this is not enforceable. And if they do not respect their commitment, what happens for the moment? Nothing. The other thing that I want to underline is that this ethical framework now, and this non-binding framework, came also from national authorities sometimes around some high strategies, etc. International organizations such as OECD, Council of Europe, UNESCO, and others. And also private sector. So, if you go again on this data visualization, you will see that the Council of Europe, for the moment, is one of the biggest players around that, because almost all our committees are working or have worked on that topic. And, for instance, you have this CEPES charter on the use of artificial intelligence in judicial system, which is the most advanced document for that. I share with you a list, and you see there is a lot of documents from other international organizations. I go quite quickly with that. From the Council of Europe, I already mentioned, I think this is the most important text, this recommendation on the human rights impact of algorithmic system. But for the moment, as I mentioned, this is non-binding. And when you see an assessment from ETH Zurich from Switzerland about what are the main principles of all this proliferation of documents, you see they try to rank some main principles, such as transparency, justice and fairness, non-maleficence, responsibility, and many others. The problem, for instance, with transparency, is that if you take a document from Council of Europe, or if you take a document from a big tech company, there is not the same understanding of what is transparency. And maybe if you take expectation of citizen, there is, again, another view about that. It is why, to sum up about this ethical framework, I think it's not enough. This is interesting, because it opens a discussion, and it allows multilateral discussion and multidisciplinary discussion. But we should go, in my opinion, a step further if we want to have something concrete, and that create real interest in public opinion. So, to conclude, what could be the added value of the Council of Europe? We have already a lot of soft law documents. But, as you already mentioned, the CAI have been set up in September 2019 on this exact conclusion. We must assess, through a feasibility study, where are gaps in current legislation, and when we could be efficient. We don't want to add a law and a treaty or a convention just to create something. We want to be concrete, and we want to assess, especially in regards to Convention 108 on data protection. You will hear my colleague, Sophie Kwasny, just after on the next session. We don't want, again, to recreate things that could be solved by the European Convention on Human Rights. But we think that there is an area where we can help the whole community to create trust by using artificial intelligence. So, this committee has two years now to work on that. There is a lot of online meetings. We have also working groups that have been created. I want to mention here the role of the Federation of Russia with Mr. Andrei Neznamov, who is co-chair of the consultation and outreach group. And we hope that Russia provides some strong support to this committee, and Russia has already done that. In that, again, this very precise work that we want to do is to have a pretty good framework that is useful for the community, not to slow down innovation. This is not our goal. Not to, again, slow down production of services for citizens. But we want to focus and prevent some major concern. So, I will conclude now this work just to mention that the sky has a kind of horizontal approach. And we, like a house, we would like to create foundation. When I talked about transparency, just before, I think that we should have a common definition of what we expect when we are discussing with transparency. And this is what we will provide. And the Council of Europe will continue to work in all the other areas to create binding or non-binding legal instruments in all the areas. For instance, with autonomous vehicles, some colleagues are working on a possible convention. And on other aspects, for democracy, for instance, colleagues are working now on some public consultation. So, you see, I hope that in our three steps, we are currently mapping and assessing what we could do. We will consult, and this is the work of the consultation and outreach group, where we want a very wide consultation with all the stakeholders, not to create a simple top-down approach to create this tool. We want really to have in mind all the concerns of all the participants. And maybe, and I hope so, we will conclude by concrete regulation, this is what we hope. So, I conclude there to let the floor to other speakers. And, of course, I still am available to discuss, and I'm open to answer to any questions. Thanks a lot for your attention. Thank you, Yannick. You will stay with us, yes? Yes, absolutely. Perfect. Thank you very much, Yannick. And we have another another speaker in this field, Fidotov Mikhail Aleksandrovich, who currently works with our colleagues in the высшей школе economics, is a professor in the высшей школе economics, a professor in the высшей школе economics, a president of the Russian Federation for a long time. Please, Mikhail Aleksandrovich, thank you for joining us. Thank you very much. Good morning. Мы сегодня обсуждаем очень интересную тему. Я традиционно уже не первый год участвую в этих курсах Совета Европы, которые проходят на базе МГИМО. И каждый раз убеждаюсь в том, насколько интересны и темы мы выбираем для дискуссии, для того, чтобы обменяться мнениями по тем вопросам, которые рассматриваются в нормативной практике и в правоприменительной практике Совета Европы. Насколько это важно для нашей российской жизни и тоже для нашего и нормотворчества, и правоприменительной практики. Но применительно к данной теме я позволю себе начать с цитаты из книги французского философа Жульена Офрелла Метри, из его книги «Человек-машина». Эта книга была издана в середине XVIII века, 1748 год. Так вот, Метри писал, «Итак, мы должны сделать вывод, что человек является машиной, и что во всей Вселенной существует только одна субстанция, различным образом видоизменяющаяся». Если с этим согласиться, то легко перейти к следующему тезису. Если человек является машиной, то ничто в принципе не мешает ему создать другую машину, которая будет построена на тех же принципах, и ничуть не уступать самому человеку по своим когнитивным способностям. И здесь мы переходим к тезису Уильяма Эшби, одного из основателей кибернетики, который ровно через 200 лет после лометрии написал, «Машина есть любая материальная система, деятельность которой полностью детерминирована внутренним ее состоянием и внешними для нее условиями. Это определение столь же старо, как эпоха Декарта и Лапласа». Как видим, 200 лет прошло с появления книги лометрии, но его теория не только не устарела, а напротив пополнилась новым дополнительным содержанием, связанным с развитием кибернетики компьютерных наук в целом и разработкой технологии глубокого машинного обучения, что условно можно называть искусственным интеллектом. Почему я говорю «условно называть»? Потому что и в первом выступлении первого спикера, и в выступлении второго спикера подчеркивалось, что общепризнанного определения понятия искусственного интеллекта до сих пор нет. Если мы посмотрим, как этот искусственный интеллект определяется в документах Совета Европы, ЮНЕСКО, в российском законодательстве, в национальной стратегии развития искусственного интеллекта, которая была утверждена президентом Российской Федерации в прошлом году, мы увидим, что все это, ну, как бы об одном и том же, но на самом деле о разном. И поэтому меня очень радует усилие Совета Европы по разработке конвенции, которая могла бы создать действительно трансграничное правовое регулирование для использования технологии искусственного интеллекта. Потому что проблема носит трансграничный характер, а, следовательно, и ее решение тоже нужно искать на трансграничном уровне. Попытки определить, что такое искусственный интеллект, предпринимались и в ЮНЕСКО, и в других специализированных агентствах системы ООН. Но именно ЮНЕСКО, согласно решению Генеральной конференции, отвечает в системе ООН за разработку этических и правовых вопросов использования искусственного интеллекта. Такая работа ведется и на уровне, например, спецдокладчиков ООН по различным вопросам. Например, у спецдокладчиков по вопросу поощрения и защиты права на свободу мнений и их свободное выражение. Обоснованно считается, что искусственный интеллект способен внести вклад в реализацию утвержденных ООН целей устойчивого развития до 2030 года. Открывая 40-ую сессию Генконференции ЮНЕСКО 12 ноября 2019 года, генеральный директор Адрия Зуле выступила за создание единого видения этических вопросов, связанных с искусственным интеллектом. В настоящее время ЮНЕСКО разрабатывает этические нормы в области искусственного интеллекта и в этой связи ЮНЕСКО обратилось к международным экспертам, в том числе к кафедрам ЮНЕСКО, которые должны к маю 2021 года завершить разработку международных этических норм, которые могли бы стать основой регулирования данной сферы и ориентирами для формирования режимов ее правовой регламентации на национальном уровне. Кстати, будучи с августа этого года руководителем вновь созданной кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным культурным и информационным правам, она создана на базе Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, могу сказать, что проблематика правового регулирования использования технологий искусственного интеллекта является одним из главных направлений научных исследований нашей кафедры ЮНЕСКО. Правда, кафедра только разворачивает свою работу, но я уже сейчас готов по примеру предшествующих ораторов пригласить к сотрудничеству всех, кто занимается данной проблематикой. Попытка сформулировать понятие искусственного интеллекта предпринимает и Всемирная организация интеллектуальной собственности, ВАИС, которая также входит в систему ООН, как и ЮНЕСКО. По мнению ВАИС, искусственный интеллект следует рассматривать как область информатики, ориентированную на разработку аппаратных средств и систем, способных выполнять задачи, которые принято связывать с человеческим разумом. Двумя сегментами искусственного интеллекта являются машинное и глубокое обучение. В последние годы с появлением новых методик создания нейронных сетей и новых аппаратных средств, искусственный интеллект стал в основном восприниматься как синоним термина «глубокое контролируемое машинное обучение». В свою очередь само по себе машинное обучение основано на использовании примеров стимул-реакции с целью постоянного совершенствования процесса обучения машины для принятия ее самостоятельных решений без прописанного алгоритма. И этот метод имитирует фактически социально-биологический процесс познания. Ребенок учится распознавать предметы, и вот точно так же машина учится распознавать образы, распознавать знаки, распознавать тексты на основе тех примеров, которые задает ему его учитель. Хотя существуют уже и технологии, когда машинное обучение происходит без учителя. Сегодня метод машинного обучения применяется довольно широко и используется для фильтрации электронных писем, для автоматического перевода, для распознавания голоса, распознавания образов, распознавания текста. Естественно, что для Всемирной организации интеллектуальной собственности главный интерес представляет вопрос, связанный с влиянием технологии искусственного интеллекта на развитие институтов защиты интеллектуальной собственности. Но при этом я хотел бы напомнить, что право на защиту интеллектуальной собственности является одним из прав человека. И в этом смысле я могу сослаться на статью 27-ю всеобщей декларации прав человека, на статью 15-ю пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966-го года и, наконец, на хартию Европейского Союза об основных правах. Там защита интеллектуальной собственности определена в статье 17-й. К сожалению, в Европейской конвенции о правах человека текстуально не говорится о праве на защиту интеллектуальной собственности как одном из прав человека. Но это вытекает из многих других документов Совета Европы. Естественно, проблематика искусственного интеллекта теснейшим образом связана с проблематикой интеллектуальной собственности. В этом легко убедиться, если зайти на сайт ВАИС и познакомиться с недавно открывшейся там виртуальной выставкой ВИПО, AI and IP, A Virtual Experience. По сути, ВАИС вглядывается в близкую для него сторону того магического кристалла, который называется искусственный интеллект. И, вглядываясь, видит очень много вопросов, на которые еще только предстоит дать ответы. А к чем идет речь? О том, что только с 2010 по 2020 год объем данных в мире вырос в 50 раз. И в этом огромном объеме данных, конечно, человеку справиться самому невозможно. Ему на помощь может прийти только искусственный интеллект. Но, в то же время, наше законодательство, увы, далеко не приспособлено для того, чтобы справиться с теми вызовами, которые нам предрекает вот это катастрофическое увеличение объема данных. Я хочу напомнить, что согласно статье 1465 четвертой части Гражданского кодекса, любые неизвестные третьему лицу сведения, значит, и данные, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность, в отношении которых владелец этих данных предпринял надлежащие шаги по обеспечению их конфиденциальности, могут составлять коммерческую тайну и определяются Гражданским кодексом как ноу-хау или секрет производства. В условиях развития технологии искусственного интеллекта коммерческая тайна становится основным механизмом защиты данных. Но обеспечит ли этот механизм надлежащую защиту таких данных? Ведь данные, составляющие коммерческую тайну, сами по себе не являются объектами имущественных прав. Более того, они вообще не являются объектами гражданских прав, что следует из статьи 128 Гражданского кодекса. Потому что в 2008 году из этой статьи изъяли такой объект гражданских прав, каким является информация, то есть данные. Вот почему следует изучить вопрос о том, обеспечивает ли механизм коммерческой тайны надлежащее решение всех тех проблем, которые могут возникнуть в контексте защиты данных в условиях развития технологии искусственного интеллекта. Не исключено, что на уровне национального законодательства могут возникнуть и, видимо, возникнут особые права владельца в отношении данных. Однако этому должно предшествовать достижение баланса интересов между владельцами данных и пользователями, обществом в целом, в отношении незаконного сбора, хранения и использования данных. Те виды, практики, которые не будут охвачены этим консенсусом, этим балансом, они должны считаться законными. Бывший генеральный директор Ваис Фрэнсис Гарри ссылался в обосновании этих идей на вавилонские законы Хамурапи, датируемые 1754 годом до новой эры. Так вот, согласно этим законам, владельцы овец не обладают правом собственности на них, но кража соседских овец является преступлением. Вот взгляд на проблему владения данными под таким углом зрения позволяет увидеть, что когда мы вводим ограничения на свободный обмен данными с точки зрения их сбора, хранения и использования, это рано или поздно может привести к возникновению права собственности или исключительных прав, есть возможно разные варианты, на эти данные. Еще один вопрос. Должны ли алгоритмы искусственного интеллекта охраняться правом как компьютерные программы? Это очень сложный вопрос, поскольку согласно действующему гражданскому кодексу алгоритмы, как и идеи не охраняются авторским правом, тогда как компьютерные программы охраняются авторским правом, но охраняются как литературные произведения. Спрашивается, является ли нарушением авторского права ввод данных в алгоритм искусственного интеллекта в целях его обучения? Это сложный вопрос, поскольку неизвестны являются ли результаты работы того или иного алгоритма следствием использования данных, охраняемых авторским правом. Так что здесь тоже очень много вопросов, которые связаны с защитой интеллектуальной собственности как правом человека. Общей темой и для ВАИС, и для ЮНЕСКО, и для Совета Европы является вопрос о конфиденциальности данных, используемых в технологиях искусственного интеллекта. На этом направлении сделано уже достаточно много, и результатом стало в частности принятие общего регламента Европейского Союза по защите данных, GDPR, который в свою очередь опирается на статью 12 всеобщей декларации прав человека, которая предусматривает, что право на неприкосновенность частной жизни является одним из прав человека. В свою очередь это право опирается на признание достоинства присущего каждому человеческому существу. Теперь же в условиях пандемии коронавируса лицам ответственным за принятие политических решений необходимо найти баланс между правом на защиту частной жизни, на защиту правильности и обеспечением эпидемиологической безопасности населения. Совет Европы проделал большую работу в этой сфере. И я бы сослался на такие примеры документов мягкого права, которые были сформированы в практике Совета Европы, как европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах, руководящие принципы в отношении искусственного интеллекта и защиты персональных данных, декларацию комитета министров о манипулятивных возможностях алгоритмических процессов, исследование методов автоматизированной обработки данных в измерении прав человека и возможном правоорегулировании. Я бы обратил внимание на рекомендации комиссара Совета Европы по правам человека, господин Миятович, которые были выпущены в мае прошлого года. Господин Миятович предлагает 10 основных тезисов в обосновании влияния искусственного интеллекта на защиту прав человека. И при этом она пытается тоже сформулировать свое определение понятия искусственного интеллекта. И она определяет искусственный интеллект как машинную систему, которая дает рекомендации, делает прогнозы и принимает решения для заданного набора целей. Для этого она использует исходные данные, полученные от машины или человека, чтобы воспринять реальную или виртуальную среду, обобщает свое восприятие, автоматически или вручную перерабатывая его в модели. И с помощью человека либо автоматически извлекает из этих моделей результаты в виде рекомендаций, прогнозов и решений. Иными словами, перед нами машина, описанная философом Ламетри в середине 18 века. Кстати, Ламетри в одном из своих сочинений приводит случай с художником, который никак не мог изобразить покрытую пеной лошадь. Цель была достигнута, пишет Ламетри, когда он в отчаянии бросил свою кисть на полотно и получил необыкновенно удачное изображение пены. Нередко рок слепой сильнее всех расчетов, пишет Ламетри. Полагаю, что в этом может быть разгадка того, что порой программисты, занимающиеся машинным обучением, не могут объяснить результат действия алгоритма искусственного интеллекта. Результат есть, а причины результата непонятны. Безусловно, с развитием искусственного интеллекта связаны не только возможности, но также и угрозы. Необходимо, чтобы искусственный интеллект способствовал соблюдению прав человека, а не ограничивал в этом плане подчеркну, прежде всего, приоритетность этических норм и стандартов при разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта. В основу всех перспективных разработок должен быть положен человекоориентированный подход, о чем сегодня уже говорилось в выступлении первого оратора. Необходимо сохранить право человека на автономность. Только обладание человеческим достоинством как основы для прав человека дает право значимого вмешательства в процессы, касающиеся людей или окружающейся, или окружающей их самеды. Нецелесообразно отдавать машинам вопросы управления людьми и принятия решений о том, как мы управляем объектами или данными, даже если это технически возможно. Связанные с этим особенности уже были изложены в публикации европейской группы экспертов по этике в науке, заявления об искусственном интеллекте, робототехнике и автономных системах. Для нас исключительно важно обозначить риски, связанные с искусственным интеллектом и соблюсти баланс между развитием новейших технологий и защитой таких общечеловеческих ценностей, как человечность, конфиденциальность, эмоциональность, спонтанность, интуиция, духовность. Необходимо принятие всех возможных мер с целью пресечения попыток использования технологии искусственного интеллекта в целях корыстно мотивированного ущемления основных прав и свобод человека. В этой связи нужно соблюдение баланса между защитой прав человека и обеспечением безопасности. В условиях современной глобализации и набирающих силу процессов культурной ассимиляции особую важность приобретает сохранение культурного, языкового и иных форм многообразия в информационной среде. Национальные стратегии развития искусственного интеллекта приняты уже более чем в 30 странах мира. В нашей стране эта национальная стратегия утверждена указом в прошлом году. Искусственный интеллект считается одной из сквозных технологий в рамках реализации стратегии развития информационного общества в нашей стране. Не буду останавливаться на этом документе, о котором говорилось в выступлении первого оратора очень подробно. На сегодняшний день отсутствуют универсальные международные акты в указанной сфере. Российское законодательство также не содержит каких-либо правовых механизмов, специально посвященных системному регулированию общественных отношений, связанных с обеспечением развития и использованием искусственного интеллекта. Несмотря на все внесенные в него поправки, Федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации совершенно не приспособлен к решению задач правового регулирования сферы искусственного интеллекта. Определенный интерес в этой сфере может представлять идея и тот категориальный аппарат, который заложен в национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Но этот категориальный аппарат имеет крайне ограниченную операциональность и в законодательной работе использоваться практически не может. В этом году появился закон о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве. Этот закон 24 апреля 2020 года, он имеет исключительно рамочный характер и носит временный и экспериментальный характер. Кроме того, он затрагивает практически только одну сферу, в которой может быть нарушены права человека. Это сфера искусственного интеллекта, это сфера защиты персональных данных. А это ведь не единственная сфера, где могут быть нарушены права человека, о чем сегодня уже говорилось. Подводя итог сказанному, подчеркнув, что комплекс проблем, связанных как с развитием информационного общества, так и с осмыслением составных элементов существующей правовой системы, создают ситуацию особой актуальности исследования проблем формирования правового механизма, призванного обеспечить развитие искусственного интеллекта в России. Формирование отечественной модели такого механизма, правового и этического регулирования, требует проведения исследований и разработки подходов к формированию системы нормативного правового регулирования соответствующих общественных отношений, без проведения фундаментальных научных исследований в области искусственного интеллекта. Никакое лидерство в этой сфере невозможно. Только через фундаментальные исследования в области информационного права можно выйти на определение понятия искусственного интеллекта, нахождение критериев отграничения так называемого сильного искусственного интеллекта, от слабого искусственного интеллекта. Только так мы сможем выйти на проблему алгоритмизации интеллектуальной деятельности и опасности роботизации человека. Так постепенно может появиться гипотетическая возможность формирования искусственного интеллекта в качестве новой юридической фикции цифрового лица, разграничения ответственности и распределения прав и обязанностей между физическими лицами, юридическими лицами и цифровыми лицами может быть очень перспективным направлением развития всей юриспруденции. Цифровое лицо появится тогда, когда искусственный интеллект принимает самостоятельные решения без вмешательства человека, когда у него есть свобода воли, определяемая нейронными сетями или иными технологическими приемами искусственного интеллекта. До появления цифрового лица вся ответственность сохраняется за традиционными субъектами правоотношений, физическими и юридическими лицами. Следовательно, чтобы стать субъектом правоотношений, искусственный интеллект должен быть сконструирован как юридическая фикция. И только так через эту юридическую фикцию можно будет прийти к понятию вопроса о том, может ли искусственный интеллект быть субъектом правовых отношений. Таким образом мы выходим уже на дальние горизонты развития технологий искусственного интеллекта. Я сожалею, что немножко перебрал времени, но на этом я заканчиваю свое выступление. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Александрович. Такое очень подробное и, я бы даже сказала, местами провокационное на вопросы выступление, потому что это затрагивает каждого из нас, и эта неизвестность, в которой мы сейчас пока находимся, она, конечно, вызывает искреннюю обеспокоенность. Коллеги, есть ли вопросы в зале? Да, пожалуйста, можно к микрофону? Спасибо. Георгий Борисов, Верховный суд. Включите, пожалуйста, микрофончик. Ближе? Нет, просто микрофончик, да, все отлично. А, он работает. Хотел бы для себя объяснить. Вот Оксана Валерьевна в выступлении сказал, что одним из принципов использования ИИ является прозрачность, то есть доступ пользователей к работе алгоритмов. Насколько подробно разработчики алгоритмов должны объяснять, исходя из этой концепции, работу? То есть подразумевается, что любой код должен быть полностью открытым. И как быть ситуация, когда, как Михаил Александрович сказал, сами разработчики не могут объяснить результаты работы алгоритмов? Да, спасибо большое за вопрос. Ну, действительно, в национальной стратегии именно такой принцип заложен. Мы… Не хотелось бы, конечно, сталкиваться с той ситуацией, когда разработчики алгоритмов не могут объяснить, как алгоритм работает. Мы как бы считаем, что, честно признаться, но вот дискуссий много, да, там, когда будет сильный искусственный интеллект и так далее. Как бы по нашему мнению, конечно же, нужно двигаться вперед и по регуляторике, обязательно в сфере этики, обязательно в сфере защиты прав и свобод человека, потому что нужно готовиться, да, потому что когда технологический прорыв, он случится очень быстро, да, там, искусственный интеллект, мы там с сороковых годов прошлого века, да, там так активно обсуждаем, были зимы, да, там, оттепели и так далее. Сейчас действительно то время, когда этой технологией необходимо заниматься. Касательно вашего вопроса, в настоящий момент у нас в Федпроекте заложена такая возможность, как создать неоткрытых библиотек, вот, это вот как раз на этом настаивал очень сильно бизнес, мы там всячески пытались, значит, вычеркнуть эту меру, но все равно мы ее включили, считаем, что это вот будет таким первым шагом для того, чтобы вот начали как раз пользоваться алгоритмами. Ну, если я ответила на ваш вопрос. Коллеги, есть ли еще вопросы? Тогда у меня пока есть вопрос к каждому из выступающих. Скажите, пожалуйста, можете ли вы дать определение свое, которое вы на сегодняшний день видите наиболее близким к реальности, определение категории искусственный интеллект? Кто начнет? Категории в плане, вы пытаетесь уяснить. Вот что это такое? Если мы берем, открываем словарь, искусственный интеллект, что это такое? Законодательно закрепленного понятия у нас нет, а с этого начинается самая большая проблема, да? Когда мы переходили на блокчейн, криптовалюту, вот та же самая была проблема, что где-то должно быть единое законодательное закрепление, при том оно должно быть согласовано, наверное, на международной площадке, на чьей искусственный интеллект будет все и ничего. Ну тогда я, наверное, предоставлю слово сначала другим спитерам. Да. Коллеги, Яник? Пететруву? Петерпси. 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 What Marvin Minsky and John McCarthy have in mind in the 1950s is use of computer science to try to replicate re-learning. And there are several ways to do that. Now it's data-driven. Previously it was rule-based driven. So if we want now to create a legal framework, as the Deputy Minister mentioned, I think we should focus more on the legal aspect. And this legal aspect, in my opinion, is to focus on the effects of what we want to prevent. To conclude, you see that some effects, when you use, for instance, artificial intelligence or algorithmic system injustice, could be very important. Just because, and I take again this principle of transparency, if you are not able to explain how your algorithm works, you should not use that if there is a huge impact on humans. Conversely, if you are able to explain things, and like a judge, write a judgment to give exactly his reasoning, if you are able to explain that, then we can assess if it's needed or not. So my conclusion is that I think we will spend, again, years to discuss about what is human intelligence first, you know. The second thing, we have to keep in mind that what we call artificial intelligence is mainly statistics. And I think we should avoid to compare and using words like trainings, neurons, intelligence, that are anthropomorphic. Meaning, this is just if you give soul to a machine. And, of course, if you make business, it is interesting to sell something like that. But if you want to be, to have a scientific approach, we have to be careful and use correct words. Thank you. Михаил Александрович? Да. Ну, я бы ответил коротко. Что такое искусственный интеллект? Я бы называю шайтан-машина. А если серьезно, то я об этом говорил. Нужны фундаментальные исследования для того, чтобы выйти на конвенциональное определение понятия искусственного интеллекта. Иначе мы будем говорить все время о разных вещах. Если мне кто-нибудь объяснит, чем отличается, что является искусственным интеллектом. Вот голосовой помощник, который у вас есть в телефоне, это искусственный интеллект или нет? Если автомобиль без водителя, беспилотный транспорт – это искусственный интеллект, то тогда, наверное, автопилот на самолете тоже искусственный интеллект. В чем разница между ними? Давайте сначала определимся с тем, что мы называем искусственным интеллектом. Тогда мы сможем прийти к этому определению. Поэтому здесь у нас и есть вот это различие, которое мы скорее чувствуем, чем понимаем, между сильным искусственным интеллектом и слабым искусственным интеллектом. Поэтому, на мой взгляд, здесь необходимо соединение усилий специалистов из двух очень далеких друг от друга наук. Я имею в виду компьютерные науки и юридические науки. Вот мы, люди юридической науки, ничего не понимаем в компьютерных науках. Будем надеяться, что компьютерные науки понимают что-то в юриспруденции. Нам надо договориться, найти способ создания словарь. Создать словарь для того, чтобы понимать друг друга. Переводить с компьютерного на юридический. Он может быть русский, он может быть французский, это не имеет значения. Но нужно переводить с компьютерного на юридический, с юридического на компьютерный. И тогда мы найдем определение. Спасибо большое. Да, еще осталось определить, что такое шайтан машины. И тогда мы точно помним, что такое искусственный интеллект. Александра Валерьевна, пожалуйста. Да, спасибо большое. Почему решила все-таки в конце выступить? Потому что для меня это такая наболевшая тема, определение искусственного интеллекта. Потому что, когда мы писали стратегию по развитию искусственного интеллекта, это было таким основным, самым важным, скажем так, для нас вызовом определить, что такое искусственный интеллект. Вообще, когда мы говорим про искусственный интеллект, вот сейчас мы работаем совместно с Минцифрой и смотрим на различные проекты, которые предлагают федеральные органы исполнительной власти. Более того, я хочу сказать, мало различать сильный искусственный интеллект и, скажем так, просто искусственный интеллект. Важно еще различать такую тему, как цифровизация и искусственный интеллект. Потому что очень часто многие выдают просто тему цифровизации за искусственный интеллект. Но это немножко не так, потому что искусственный интеллект, как говорит наш Герман Оскарович, руководитель нашей компании «Лидер», которая в целом является нашим, скажем так, бэк-офисом по многим вопросам в этой сфере, это вишенка на торте. То есть именно подложка всего остального, это является, скажем так, путем к достижению темы по искусственному интеллекту. А в стратегии по развитию искусственного интеллекта есть следующее определение. Искусственный интеллект – это комплекс технологических решений, позволяющих имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение, процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений. По моему мнению, вот сейчас это такое основное все-таки определение. Ну, собственно, вывод, да, я хотела сказать, что как раз на Минцифра здесь уже сегодня, как коротко мы называем, Министерство светового развития, связи и массовых коммуникаций. Рюцкий Дмитрий Владимирович пришел чуть раньше, поэтому замечательно, что присоединился к нашей сессии. И из определения искусственного интеллекта, который я услышала, надо сделать, я сделала два вывода, что надо понять, что такое шайтен-машина и что такое вишенка на торте. В классическом понимании вишенка на торте мы знаем, но вот в рамках искусственного интеллекта пока нет. И с учетом того, что искусственный интеллект входит в нашу жизнь, и это не только в жизни юристов или специалистов в области компьютерных технологий, но еще и в жизнь простого человека, который определение, сейчас заложенное в стратегию развития, оно непонимаемое будет обычным гражданином нашей страны, проживающим в удаленных, допустим, местах, где бы не проживал. Потому что, мне кажется, если сегодня попытаться воспроизвести это определение, оно приводит к еще большим вопросам, чем к ответу. И, видимо, придется сторонам все равно договориться о каких-то основных категорийных элементах, которые будут заложены. В противном случае, еще раз повторюсь, даже у меня это вызывает больше вопросов, чем ответов. Потому что на входе, допустим, в институт, да, вы видели, у нас стоит умная система, которая не пропускает вас без маски и определяет температуру для того, чтобы вы могли пройти. Она установлена недавно в связи с вызовами последнего года, в связи с пандемией. Вот что это? Это технология для классики, в принципе, это технология. С другой стороны, это технология, которая очень умно определяет, в маске ты или нет, более того, правильно ли ты там расположил свое лицо или нет, и определяет температуру четко по лбу, не по другой части тела. Если ты неправильно расположил, она тебя не будет пропускать. У нас не срабатывает даже система прохода наших внутренних пропусков. Мы прикладываем пропуск, она нас не пускает. Вот что это такое? Это искусственный интеллект или все-таки это обычное технологическое решение? Думаю, что часть технорей скажут, или компьютерщиков, специалистов в области компьютерной индустрии скажут, что это наша обычная система, мы разработали программу, и это пошло дальше. Что это в результате? Я думаю, нам еще предстоит выяснить. И самое главное, что когда мы даем определение чему-то, надо дать определение не просто характеристиками, а конкретно, чтобы можно было разграничить одно от другим. Ну, это моя позиция, она может отличаться от позиции других коллег. И у нас есть еще вопрос в чате коллеги, которые находятся у нас на удаленном подключении от Василия Токарева. Спасибо, Михаил Александрович, за интересный доклад. Позвольте задать такой вопрос. Сможет ли цифровое лицо, искусственный интеллект, потенциально обладать не только субъективными частными правами, но и некоторыми субъективными публичными правами? Легитимным образом оказывая влияние на политические процессы? Я думаю, что этот вопрос, на самом деле, ко всем трем участникам. Михаил Александрович, поскольку он в первую очередь был вам, тогда с вас начнем. Да. Значит, я думаю, что об этом говорить пока преждевременно. Меня в этом смысле гораздо больше волнует вопрос, на который я знаю ответ. Потому что на этот вопрос я пока ответ еще не знаю. Но хорошо, что мы знаем вопросы. Это уже очень многое. Значит, я знаю ответ на то, что искусственный интеллект, юридическое лицо, цифровое лицо, как новая фикция. Да, будет ли, кстати, простите, Михаил Александрович, что прибиваю, а будет ли это лицо, цифровое лицо, юридическим лицом или нет? Нет, 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 это отдельная категория. Это отдельная категория, цифровое лицо. Но это идея абсолютно новая, и ее нужно продумывать, уточнять. С этим надо работать. Потому что если мы говорим о том, что искусственный интеллект может принимать самостоятельные решения, все, на этом заканчиваются возможности юридического лица и физического лица. Потому что здесь уже нет их, свободы воли их нет. Это уже свобода воли непосредственно искусственного интеллекта. Так вот, для меня очевидно, что у него могут быть имущественные права, то есть права, относящиеся к сфере частного права. Но вот чего у него точно не может быть, это личных неимущественных прав. Вот этих личных неимущественных прав у него быть не может. Поэтому, когда, ну вот, например, на этой выставке на сайте ВАИС представлены музыкальные произведения и художественные произведения изобразительного искусства, которые созданы искусственным интеллектом. Ну, я не в восторге, конечно, от таланта этих искусственных интеллектов, но, тем не менее, это произведения созданы. И возникает вопрос, кому принадлежат авторские права? Но поскольку авторские права, слава богу, делятся на личные, неимущественные и исключительные права, то есть имущественные, то здесь, в общем, решение можно добиться. Но здесь важно, опять-таки, чтобы это решение было конвенциональным, чтобы оно принималось и в России, и во Франции, и в других странах одинаково, исходя из одинаковых принципов. Поэтому то, что делает сейчас Европа в плане выработки норм мягкого права и подготовки конвенции, это огромнейшее, огромнейшего значения дела. И это всячески надо этому способствовать. И Россия должна в этом активнейшем образом участвовать, чтобы не оказаться за пределами процесса формирования этих документов. Спасибо большое. Янек? У меня есть комментария? Да, конечно. И, конечно, я хочу сказать, доктор Федотов, что Россия будет полностью involved в это работе, как все 47 member-стates, потому что мы должны быть на бортах, чтобы обладать один вопрос, и один вопрос, и ваш вопрос очень важный, что машины не могут быть умными, они не могут быть ответственными, они не имеют нищие права, и для меня это очень опасно, чтобы продолжить этот тип компаризма или мусорганизм между мужчиной и машиной. Артифиций интеллигенция сейчас является purely статистическим. Я не думаю, что математик и статистическим уникам, или что-то. Поэтому я думаю, когда мы говорим о линии, о responsabilности, мы должны вернуться к человечеству, и даже если демонстрирующийся комплекс, мы должны быть уникальными, кто-то должен быть ответственным в моменте. Вы возьмите, например, для легальной интеллигенции, например, есть один человек, один человек, который осуществляется, проверяется, проверяется, that all the risks are well seen and I think this is very important with artificial intelligence to not create a kind of legal regime that leads to de-responsabilization of stakeholders because then it's very easy to say, oh the machine is complex, I do not manage that, it's like that and this is collectivity, meaning insurance that will support that so again, I think we have to be very careful with that, keep in mind every time that we are not discussing about a kind of replication of human, for the moment it's purely statistics and we have to regulate exactly that, meaning first taking advantage of that I want to support also the idea that we have opportunities, but we will reach these opportunities only if we are able to have a clear framework of responsibility to create trust Thank you Can you please последнее, наверное, слово скажу и поеду просто мне заключительно, да, потому что мне дальше в правительство уже нужно на совещание, я вот хотела поблагодарить за приглашение на мероприятие, потому что очень важно действительно обмениваться опытом и задавать эти порой такие вопросы дисрапшн, да, то есть которые заставляют подумать о чем-то дальше, чем это установлено какими-то там правительственными регламентами и так далее вот если будет в будущем такая возможность всегда готова принять участие по теме там технологического развития я хотела бы поблагодарить ЯНИК за возможность поучаствовать и готовность к скажем так принятию Российской Федерации к участию в очень важных тематиках потому что действительно очень много вопросов и очень важны вопросы именно ответственности этики и действительно юридическому разграничению прав потому что действительно как бы как я сказала технология она очень быстро пойдет вперед и нам нужно быть готовыми к тому чтобы скажем так подготовить юридическую базу для правильного применения вот у нас тоже есть такой кейс как беспилотники вот очень скажем так развили эту тематику у нас есть Яндекс они готовы к внедрению беспилотных машин но действительно там огромный пул вопросов вот хотелось бы в том числе обсудить наверное вот ответственности регуляторику с точки зрения движения транспортных беспилотных средств спасибо большое за такой очень правильный обстоятельный доклад Михаила Александровича очень интересно было вот узнать что на самом деле действительно может быть определение искусственный интеллект будет еще подлежать какую-то какому-то изменению с дальнейшим движением вперед потому что чем дальше мы двигаемся тем больше мы понимаем что скажем так оно не совсем так да оно не совсем так это что как вы это правильно назвали шайтан машина хотя я не до конца с этим согласна потому что мне все-таки кажется что мы как люди скажем так в настоящий момент гораздо более умнее и это в наших руках будет определить какие решения будет принимать искусственный интеллект и честно сама не верю в то что роботы скажем так нас вытеснят да и не верю в сингулярность вот спасибо большое спасибо 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 большое коллеги мы в общем-то прямо идем четко с вами сегодня по графику единственное я хотела бы обратиться ко всем участникам процесса регулирования отношений связанных с искусственным интеллектом с его дальнейшей деятельностью огромная просьба обращать внимание не только на то что это вопросы связанные с бизнесом но также и с жизнью простого человека потому что в большей степени я сегодня услышала у трех выступающих отсылку к бизнесу бизнес это замечательно но все это будет касаться обычного человека который не всегда связан с бизнесом поэтому пожалуйста когда будете проводить эту большую работу помните что права будут нарушаться обычного гражданина страны да конечно и я с удовольствием мы не переходим к новой сессии а просто комментарии благодаря тому что Дмитрий Владимирович подъехал раньше а темы очень связанные между собой и искусственный интеллект и то же самое защита на персональных данных это настолько близкие темы мне кажется что даже Яник недавно буквально два дня назад разместил пост в своем фейсбуке во Франции введена сейчас новая программа которая называется тус антиковид все против ковида она заменила прежнюю программу стоп ковид и вот Яник в ней не разобрался это вопрос связанный с тем что это сложная программа или с тем что там все-таки есть некие аспекты внедрения и в личное пространство в частную жизнь вот по поводу искусственного интеллекта очень бы хотелось без маски говорить можно удобнее будет очень бы хотелось сказать такой некий постулат вот смотрите искусственный интеллект сейчас на его уровень развития это все-таки помощь человеку это не центр принятия решения центр принятия решения человек а искусственный инструмент это помощь это инструмент принятия решений и сегодня ответственный за решение все равно человек но на самом деле развитие технологий сегодняшняя не позволит нам сделать полноценный интеллект замену человеческого мозга аналитический инструмент и возлагать ответственность на принятие решения на искусственный интеллект в этом вопросе как бы наверное преждевременно и это перспектива не ближайших там пяти лет скорее всего все мы вспомним вот такой яркий пример когда в начале там по-моему в одиннадцатом году если кто-то помнит точнее пусть поправят в 2011 IBM создала Watson который который обыграл там всех гроссмейстеров в Соединенных Штатах был ряд турниров и все проиграли ну там с крахом по сути но этот искусственный интеллект кроме как обыгрывать гроссмейстера не может ничего попросить его научиться чему-то другому и он не сможет то есть вот в данной конкретной ситуации выполняя каждую задачу эта машина превосходна но выполнять как человеческий мозг различные функции она не может соответственно вот именно к построению такой системы к полноценной замене мозга когда мы говорим отдать принятие решения туда мы еще наверное даже не на первом уровне а на минус там каком-то а по отдельным я имею в мировом масштабе то есть все понимали да то есть это наверное это не только российская проблема это проблема всего мира а вот решать отдельные задачи конкретным инструментарием мы научились вполне хорошо вот и в связи с этим вот ну вот опять же да у нас беспилотники вот уже прозвучавший пример да сегодня это самая большая дилемма кто несет ответственность за ущерб например производитель собственник там оператор который сидел и у всех свое мнение да потому что собственник говорит я ничего с этим не делаю это мне производитель такой алгоритм дал производитель говорит покупайте как есть по принципу программного обеспечения и вот эта путаница в понятиях она будет на самом деле она наверное устаканится через какое-то время и мы придем к чему-то но волевое решение будет принято первое кто несет ответственность в любом случае на уровне государства наверное спасибо спасибо большое желательно чтобы вот это решение кто ответственный оно пришло гораздо раньше нежели был нанесен ущерб этими беспилотниками и нам и обществу и странам потому что плохо доказывать в суде решать этот вопрос хорошо бы решить заранее чтобы не было ни у кого проблем спасибо большое коллеги огромное спасибо нашим экспертам которые мне кажется затронули очень важную тему для нас эта тема актуальная это тема сегодняшнего дня это тема будущего это тема не прошлого а тема как раз то к чему мы придем буквально наверное очень быстро потому что когда-то вспомните еще лет 15 назад у нас был телефон мобильный но у нас при этом были компьютеры были потом появились айпады а сейчас уже телефон заменяет нам практически все включая банковскую карточку и любой доступ все происходит через телефон лет 15 а лет 20 назад вообще это было несколько уникальным и были еще огромные телефоны с вытаскивающими антеннами в начале 90-х это были огромные такие аппараты которые носились в качестве отдельной сумки все это происходит очень быстро прошло буквально всего ничего как мы уже живем в системе гаджетов у нас с вами небольшой перерыв еще раз огромное спасибо спасибо яник спасибо большое михаил александрович за как всегда очень интересные выступления bye спасибо Продолжение следует...